Ну, вот лучше всего, конечно, бы сказал Заня Миталчатая на пазельной сессии, что он создает технологию, которая будет жить минимум сотню лет, да, и, ну, в общем-то, надо угадать то будущее, которое будет через сколько-то лет, да, и под это будущее уже делать технологию. Значит, поскольку точно мы это будущее угадать не можем, да, но надо бы нам, конечно, быть готовы к любому разнику событий, потому что, ну, мир очень сильно всегда меняется, сейчас меняется еще сильнее. Ядерные технологии, вот когда они появились, вызвали очень большие друзья, то есть такое огромное развитие энергетической технологии, там 60-70-е годы, мало какая технология знала. Вот если мы будем на ВДФ, там очень хороших подъявлений на Росатона, да, и есть зал «Время-Перс». Нам был парк, естественно. Среди прочих наших водирующих. Меркинац, значит, это человек подразделения, который у нас работал, я 청мир Bible. Значит, там проект атомных поездов, атомных самолетов, атомных комбайнов, станций, конечно. конечно, много, чтобы было очень большим взглядом. Но потом, значит, развитие забронировалось. В том числе, по каким причинам, которые назвал Иванович Ачков. Но я написал довольно заметной частью мировой политики. То есть, например, политикой политики, это было где-то 20%. От таких стран, как Франция, до большинства. Вот. Значит, было предположение о том, как оно будет развиваться. Но получилось немножко другое. На самом деле, можно сказать, в нескольких областей, я знаю, какие-то технологии будут где-то, ну, наверное, даже не могу сказать, просто у себя. Ну, во-первых, это оборота и вооруженная часть и транспорта, это и корабли, и доверие на полу здесь тоже. Это освоение космоса. Именно вопрос не изучения, а освоения Существа системы. Здесь тоже из этих технологий не обойтись. И третий – это противопризатор. А вот за этот финанс, конечно, придется по вопросам. Потому что не так давно в участнике у нас был семинар, где проект делал очень хороший доклад. Да, и в том числе мы сразу же увидели, что они видят уже что-нибудь. Значит, за 23-й год определенные солнечные мощности было введено примерно столько, сколько вся реальная энергетика за 75 лет. Вот, порядка 470 гегалатт. Вот представьте, как разогналась эта солнечная энергетика, что генераторная энергетика создается в течение года. Я согласен тут с критиками Семьи. Я лично вам, что время все расставит по своим листам, и ситуация как-то скорректируется. Но, тем не менее, мы должны каким-то образом дождаться до времени, когда начнет играть этот фанта «Нехватка Иисуса». когда вот эта часть реальной энергетики, которая у нас представляет быстрые технологии, то есть неограниченные собственные баллы, когда она по-настоящему будет последовательно. Но я думаю, что нас ждет в период какой-то, что мы будем сгибли очень или не очень, когда реальная энергетика уже не будет тратулировать с другими как технологиями. Именно это, в принципе, не боимся, и надеемся, что, уверенно, так или иначе зайдутся. А вот какое-то, если какие-то технологии здесь должны развиваться, это нам и, скорее, даже вам решать, в вашем поколении. Значит, ну, традиционно, пока самая короткая лошадка всей энергетики – это реакторы на Валей-Пландарвей, из ВВА и ВВР. Безусловное отделение как-то будет пропегаться. Сейчас обрабатывается следующее поколение, в ближайших статей, это МЛЭР, реактор транспортного регулирования средней мощности с улучшением использования. Следующее поколение развития, следующий статк развития губерных реакторов – это реакторы СХД, реакторы у нас в эркотическом давлении. Значит, почему именно СХД? Потому что вся традиционно губовая энергетическая, органическая, она пришла туда, в эту область, в эркотическом давлении. Сверхотическое давление, что это такое? То есть, чайный гиберин с том градусом, то есть тот фазовый переход. В реакторе губерных реакторов нужно нагреть уже до 40-350 градусов, без фаштинга, а наступает, ну, через такое давление, после которого вода не нету фазового перехода, она просто меняет полностью слабо. и эта область как реализуется. Очень большая область энергии, очень маленькие размеры оборудования, и традиционная магетика показала, что большая магетика в этой области может работать. Поэтому вот реакторы стали. Второй направлении, который вывелись, это сфеграфонное разнохождение реактора, ВТГС. В том, что за 70 лет реальная магетика освоила только рынок электрификации. На самом деле, если посмотреть, он наиболее конкурентный. Но надо сказать, что он самый большой, потому что единственный товар, номинальная цена, которого в долларах не повинялась, начало полосатуре, это все лишний момент, это энергия, как СОВ-7, цензов киловатча, тогда, как и сейчас. Автомобили, дома, вещи, все продажи. Хочу говорить о том, что это самое, которое им могут. Не то что. Здесь очень тяжело. Но есть и вторая область, это область высоких температур, область создания высоких температур. И следующий шаг – это создание водорода. И наши товары более долго с ними переделаны на его основе. Ну, в первую очередь, это, конечно, азотное давление, которое по всем мире производится в миллион на литон. Это рынок подъемности, он в соответствии с электроэнергетикой, и важность этих азотных давлений, его, наверное, ощутил как газовые дизельные станции, а это основа общественной безопасности. Да, сейчас они производятся в основном на… из тревоговых газов, а вот этот реактор ВТТ плюс температурный тройс, который позволяет, значит, зайти в саду газовыми сражениями. То есть это тоже единственное профессор, умеет поставить его ближе к поспителям, чтобы там, ведь, на транспортном ключе, но основное, на транспортном ключе. Но основное – это то, что электроэнергетики могут идти вот на этот еще один большой уровень. Еще одно направление, которое нам, безусловно, поставлено – это жид-сорида. Садевый реактор – это реактор жидко-активной зоны. Изначально они планировались в 50-е годы, причем, как и странно, для реакционного вида, потому что по компактности у нас разговариваемся, конечно, без прецедентов. Сейчас основное их назначение видится первое – это уничтожение вот этих логминовых активидов, про которые возьмем говорить, но не очень хорошо, что они справляются. Ну и, в общем-то, сама по всей зрели, на технологии, я думаю, что не заложено больше, чем сейчас видно. И с точки зрения безопасности, и с точки зрения симмерциализации, и с точки зрения технологических предложений, потому что высокая температура, практически нет там накопленной активности, которая может выйти, потому что у нас это будет процесс работы под контролем. и такой реактор создаётся. Метного бюджета 30-х годов, исследовательский целевый реактор, я думаю, что мы получим, посмотрим, что это такое, и дальше примем решение о его дальнейшем пираже. Ну, про имя быстрых реакторов я не потому что заслужу, а потому что Галина Иванович мне сказал более чем полно, вот, и по сроку реализации этого плана, но на самом деле я думаю, что, конечно, жизнь оставит всё по своим местам, то есть тот технологический пароль, который был последоват, тот дальше и продвинутся. Но готовым нам надо бы с вами практически в ум раз описать. Вот отсюда и была такая вот линейка различных технологических предложений, про фермарет, две вещи у меня там рассказали, потому что следующая сеть будет как ремонтировать. Если всё, 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 всё. Да. Поэтому не будет. Вот. Ну, продолжим в следующем. Всё, что хотел, отравить. Спасибо. Спасибо, Алексей Торисович. Спасибо.